В апреле 95-го во время сопровождения грузов через ущелье колонна сводной роты внутренних войск Республики Казахстан была подвергнута обстрелу со стороны Афганистана. Выполняя свой воинский долг на таджико-афганской границе погибло 17 казахстанских воинов. Прошел 21 год, но солдаты воинской части 65-06 о своих героях не забывают. День в подразделении начался с минуты молчания. Они погибли на таджико-афганской границе, защищая нас, защищая дружественный народ таджикский. Все чтят их память, все знают, понимают, как это было тяжело, это большие потери. У рядового Айтпаева и его сослуживцев сегодня необычный распорядок дня. Для солдат провели открытый урок, на котором рассказали о героях из воинской части 65-06, погибших выполняя свой воинский долг. Среди них старшина Калмахан Бакбаев. Сегодня у мемориала памяти собрались сослуживцы и родственники героев. Приехала и мама старшины Бакбаева. Среди погибших был и мой сын. Это страшное горе. Мне приятно, что столько лет спустя чтят память о погибших, ведь они умерли за мир и нашу страну. Я обязательно схожу на турнир. Мы всей семьей пойдем. Я в каждом из солдат вижу сына. Они все для меня как дети. Ежегодно в память о героях в Казахстане проводятся спортивные турниры. Вот и сегодня в часть 65-06 со всей страны съехались офицеры и военнослужащие на соревнования по армейскому рукопашному бою. Батербека Билпе из Казаларды очень серьезно настроен на победу. Свою победу я посвящаю тем героям, которые погибли, которых уже не вернуть. Мы должны чтить память и, конечно же, продолжать то дело, за которое они погибли. Мы защищаем свою родину и будем это делать до конца наших дней. Своё мастерство показали лучшие бойцы национальной гвардии со всего Казахстана. Соревнования шли два дня. И лучшими из лучших оказались бойцы части 65-06. И это еще не все. Еще несколько первых мест увезли актубинцы и козелардинцы. Для Вадима Минина уже не впервой выступать в показательных шоу. Шестилетний мальчик хорошо владеет телом. Сегодня он показывает мастерство рукопашного боя. Мальчик рассказывает, практика ему уже пригодилась. Родина – это для меня семья вся, друзья, мой близкий дом. Каким должен быть настоящий мужчина? Который должен обещания выполнять и который обещания говорил, что сделает и должен сделать. В завершении праздника для бойцов выступили творческие коллективы, которые исполнили яркие номера и патриотические песни. Субтитры создавал DimaTorzok